МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания «Щелково» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня директор Щелковской межпоселенческой центральной районной библиотеки Елена Ильенко. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, Сергей. Пока еще межпоселенческой и районной, несмотря на то, что района нет. Но, тем не менее, пока должность ваша не изменилась. Но и, естественно, суть деятельности тоже. Но вначале вот такой вопрос для наших зрителей, которые, наверное, не знают всех подробностей. Да, вот с одной стороны, я вас представил как директор центральной библиотеки. Ну, по неволе напрашивается сразу такая вот мысль, да, что это одно такое заведение. Да, но на самом деле это не так. Так, если можно вообще расскажите, что представляет из себя библиотечная сеть нашего муниципального образования. Да, в городском округе Щелково у нас 26 библиотек. 13 из них – это сельские библиотеки. 4 юрлица. Вот в прямом подчинении межпоселенческой библиотеке – это 13 библиотек. 9 – сельских и 4 самых крупных районных библиотеки. Читателей у нас 46 тысяч практически. Это вот кто записан, да? Да, кто записан. Ну, я вам сейчас говорю о всей сети. Мы все-таки являемся методическим центром для всех библиотек нашего округа, поэтому цифры буду говорить за всех. 46 тысяч читателей. В год у нас проходит около 3 тысяч культурно-массовых мероприятий. И средняя посещаемость составляет 6 единиц. То есть это хорошая посещаемость в библиотеках нашего округа. Вот такая структура у нас большая. Если честно, вот этой цифрой вы меня очень удивили. 46 тысяч читателей, то есть на постоянной основе, которые ходят регулярно в библиотеки, но 46 тысяч – это практически четвертая часть населения нашего округа от мала до велика. Да, практически, да. Не меняется эта цифра, так скажем, с годами? С годами? Ну, вы знаете, у нас каждый год начинается с чистого листа на самом деле. Идет перерегистрация пользователей. Конечно, цифра может меняться. Но, как правило, люди, которые ходят в библиотеку, они и ходят. Для них что Новый год, что Старый год, они, да, перерегистрируются. Но, в принципе, стабильная цифра. Конечно, хочется больше. И мы для этого и работаем, и прилагаем усилия, чтобы читателей было больше, и посещений были чаще. Это наша задача. Ну, а какие вот в свете современных веений, какие услуги предлагают библиотеки? Потому что, да, мы же все говорим о переходе на цифровой формат, и так далее, и так далее. Но книгу, чтобы держать в руках, ее никто не отменял. Ее никто не отменял. Вы совершенно правы. Но скажу, что наравне с традиционными нашими услугами, это информационные, библиотечные, такие информационно-библиографические услуги, выдача книг, рассказ о новинках, то есть анонсирование каких-то книг, которые приходят. У нас есть очень интересные услуги, появились в последние годы. Например, мы абсолютно бесплатно предоставляем доступ в юридический такой портал «Консультант Плюс». Для наших читателей это абсолютно бесплатно. Также есть такая услуга, особенно это важно для маломобильных групп населения. Мы напрямую работаем с Всероссийской библиотекой для слепых, и мы привозим книги с шрифтом Брайля, например. Аудиокниги очень много кто заказывает, и мы под заказ привозим. Сохранился традиционный межбиблиотечный абонемент. У нас есть сектор нестационарного обслуживания, который производит обслуживание на предприятиях больших, которые есть в нашем районе. В удаленных, скажем так, населенных пунктах, где нет ни домов культуры, ни, например, библиотек, мы делаем нестационарные точки выдачи литературы. То есть вот такие услуги у нас никто не отменял. Книгоношество. Это традиционная такая наша. Конечно, время идет, и мы предоставляем и платные услуги, и на нашем сайте можно с ними познакомиться, с полным перечнем этих услуг. Это и ксерокопирование, и брошюрирование, и ламинирование. То есть вот набор текста. Потому что есть люди, которые сами не могут набрать. Мы для них набираем. Если можно еще, в статистике, ведется ли какой-то подсчет, кого больше в библиотеках, молодежи или людей, так скажем, старшего возраста, это первое и второе, опять же, чаще чем пользуются, абонементом, то есть берут книги на дом или читальным залом? Ну, однозначно, конечно, абонементом пользуются чаще. Все-таки это удобно читать книгу дома, не в библиотеке. Хотя читальный зал библиотеки, как и раньше, он тоже востребован. Особенно это в период подготовки к экзаменам. Вот дети приходят, если вы придете к нам в читальный зал, они сидят и спокойно работают. Ведь у нас можно работать со своими гаджетами. Или на наших компьютерах. Вот для них это удобно. Всегда спрашиваешь, девочки, ну вы бы хотя бы покушать сходили. Нет-нет-нет, сейчас отвлечемся. И не вернемся. И не вернемся, да. А что касается категорий, кто больше ходит, ну, конечно, традиционно это дети. Мы растим своего читателя. Начиная от детских библиотек, от детских абонементов. Потом они плавно переходят уже на подростковый, на взрослый абонемент. Конечно, дети практически, скажем так, практически 100% охват детский. Конечно, взрослые, средний возраст, наверное, те в свою силу, в свои занятости, наверное, может, посещают меньше. Хотя их дети наши читатели. Ну, а пожилые люди, конечно, очень часто приходят. И для них различные мероприятия мы тоже проводим. Помимо того, что они и берут книги, и журналы. Они еще у нас наши гости. Я и подробнее потом расскажу, наверное, о наших мероприятиях. Но и на наших кинозалах, и литературно-музыкальных гостиных. Это наши вот такие посетители. Мы их очень уважаем и любим. Вот опять же, отталкиваясь от тех цифр, которые вы назвали, количество читателей, да, и... Помножить их надо, конечно, в несколько раз, потому что люди-то приходят не один раз в год, как говорится. Не один раз, да. У меня сразу вытекает вопрос такой. Книг хватает? Как проходит вообще комплектование фонда? Ну и опять же, может быть, разница между абонементом и читальным залом. Раньше, я помню, еще в старые добрые времена, не все книги давали домой, так скажем. Какие-то редкие издания можно было получить только в читальном зале. И действительно потратить время, прочитать. Ну и опять же, при подготовке к тем же экзаменам. Вот сейчас как с этим обстоят дела? Сейчас вы правы абсолютно в том, что и сейчас книги из читального зала не всегда можно унести домой. Во-первых, это литература такого, знаете, справочного характера. Энциклопедии. Сейчас выпускаются новые энциклопедии, большая российская энциклопедия. Но как ты эти дома домой возьмешь? И это абсолютно не разрешается. В читальном зале, пожалуйста, приходи, читай. Какая-то интересная, редкая литература. Естественно, вообще у нас есть, например, алмазный фонд. Это книги 1800-х годов, 1900, начало 20-го века. Конечно, такие книги мы не можем позволить выдать на дом. Это только можно в присутствии библиотекарей посмотреть. Но это, скажем так, уникальный фонд, который строго хранится. Хотя мы его выставляем, конечно, на обзор. Иногда нашим читателям они могут познакомиться. И вообще все эти книги у нас оцифрованные есть. Можно их почитать в электронном виде. Что касается комплектования. Ну да, новые поступления. Новые поступления. Вы себе представьте, да, какое многообразие вкусов. Ну и как много книг выходит даже, несмотря на нашу цифровизацию. Да, да, да. Книг действительно сейчас авторы. Очень много удивительных авторов. Конечно, у нас идет отбор отказов, например. У нас в каждой библиотеке есть специальные журналы отказов. Если мы отказали читателю и этой книги, нет в районе вообще, конечно, мы на нее смотрим и заносим, скажем так, в реестр тех книг, которые должны быть на поступлении. Просматриваем все шорт-листы литературных премий. Это обязательно. Потому что все новые интересные авторы, конечно, мы хотим иметь у себя в фонде этих книг. Книги этих авторов. Также мы в помощь учебному процессу. Никто этого не отменял. И, скажем так, такую образовательную литературу, просветительского характера литературы, энциклопедическую литературу, мы также покупаем и пополняем ее фонды. Краеведческая литература. Не без этого у нас тоже очень хороший фонд краеведческой литературы. Именно по нашему району? По нашему краю и под Москвой. Скажем, под Москвой. И под Москвой тоже. Плюс к книгам мы же комплектуемся еще и периодическими изданиями. То есть это литературные большие журналы. Иностранная литература, Москва, Нева. То есть все большие толстые литературные журналы у нас есть в библиотеках. Плюс научно-популярные журналы, детские, детская периодика. Это вообще большой спектр наименований. Я хочу сказать, что в межпоселенческой библиотеке периодических изданий более 90 названий. То есть газеты, журналы. Периодики, да. Газеты, журналы. Все издания подмосковные мы обязательно в порядке выписываем. То есть и Деля Подмосковья, и Подмосковье, и Горизонты культуры. В общем, потому что мы живем на этой земле, конечно, мы должны быть знакомы. С этим журналом. Ну а каким спросом пользуются наиболее популярны? Какие жанры? Известная, ну скажем, серьезная литература, да, как вы сказали, победители каких-то литературных конкурсов. Либо это, ну периодику сейчас не будем читать, да? Ну периодика, я вам скажу честно. Толстых журналов на полке вы практически и не увидите. Они у нас в очереди стоят. То есть люди с огромной охотой читают. Толстых журналов. Ну ладно, я же свой вопрос тогда еще до конца и не сформулирую. У нас просто есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем, тогда вы ответите. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Теперь меня зовут Ольга. Можно узнать, будет ли в этом году «Библионочь» в библиотеках и что интересного они нам преподнесут или о чем расскажут? Спасибо, Ольга. Вы немного опередили события. Да, мы будем говорить еще в дальнейшем. Так, конечно, будет. Предприятие предстоят, но сейчас приоритет залителю Елене Владимировне. Давайте про «Библионочь». Ольга, спасибо за вопрос. «Библионочь» действительно грядет. 20 апреля, в субботу, мы всех ждем в больших районных библиотеках. Масса удивительных, интересных встреч, мастер-классов, беспроигрышных лотерей. Ну, а в качестве приз, конечно, к ней или не только? И не только. Это секрет. Конечно. Надо же нам, да, держать интригу. На самом деле, действительно, эта «Библионочь» посвящена году театра. Так или иначе, у нас все мероприятия будут связаны с театральной жизнью, с актерским мастерством. Это мастер-классы будут интересные. Поэтому приходите. И, конечно же, будут литературно-музыкальные тоже номера, вечер, то есть какие-то концерты в любой библиотеке. Кстати говоря, у нас на сайте уже размещены афиши «Библионочи», поэтому можно познакомиться. И выбрать, что более интересно для каждого человека. Потому что и в детской библиотеке тоже у них не «Библионочи», у них «Библиосумерки». «Библионочи» в вечер, понятно. Да, да, да. Чтобы пора услышать. Да, да, да. Ну, а если можно, тогда раз уж заговорили про «Библионочи», какие-то итоги прошлого года, как она прошла? И как сильно будет измениться в этом году по сравнению с прошлым? Ну, я надеюсь, что нас погода не подведет, потому что в прошлом году «Библионочь» была шквальный, на «Библиовечер», вот этот наш был шквальный ветер, гроза. И, ну, несмотря на это, мы специально посетили все библиотеки, вот в черте города. Знаете, было очень много людей, подростков было очень много. Во-первых, мы сейчас стали практиковать такие интересные формы работы, особенно в вечернее время, игротеки для молодежи. Ведь сейчас появилось огромное количество разных игр, разной направленности, познавательных каких-то, и развлекательных в том числе, да. Но очень много познавательных игр, кстати говоря, и мы их внедряем и практикуем. И у нас вот, кстати, на «Библионочь» было очень много игротек, но залы были заполнены просто. Ну и, конечно, традиционно встречи интересные и с писателями, и вот в этот раз, так как это театр, это будет с актерами, да, с режиссерами. Поэтому, а так, как правило, мы приглашаем интересных людей, писателей. Хотя в прошлом году вот у нас была в гостях Анфиса Вестенгаузен. Это тоже молодая актриса, и вот на «Библионочь» она у нас была. Поэтому творческая встреча была вот тоже с актрисой, хотя год театра в этом году, но он у нас... Ну, немножко осталось потянуть до субботы. У нас еще один звонок есть, так что давайте выслушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Елена Владимировна, меня зовут Анна. Скажите, пожалуйста, какие интересные новинки можно почитать и где о них узнать? Где о них узнать? Вот жанр нам не назвали, но будем считать, что это такой всеобъемлющий жанр. Да, ну, я думаю, что, да, на самом деле, конечно, большинство из наших читателей интересуется вот новинками художественной литературы. Хотя сейчас интересно, что литературоведческую очень много, вот этот жанр, литературоведение, стал очень популярен. Но, наверное, благодаря тому, что появились очень интересные мастера этого жанра. Вот, например, Павел Басинский. Слушайте, он уже замечательные книги пишет и о Толстом, и о Горьком. А последняя его книга, сборник, называется «Скрипач не нужен». Ну, это такие литературные портреты, начиная от Тургенева, заканчивая вот нашими современными писателями, очень с хорошими, такими, знаете, тонкими подмечаниями их творчества и характера. То есть, вот советую почитать. Где можно узнать? Мы, конечно, стараемся все новинки анонсировать у себя на сайте. Также в библиотеках проходят дни информации, причем это тоже мы анонсируем. И дни информации, это значит, мы выставляем весь вот спектр новой литературы. И, конечно, экземплярностей, может быть, у нас не так много. Поэтому у нас есть такая практика. У нас приходят люди и записываются в очередь, прямо на этих книгах. Вот такая работа. То есть, я знаю, кто до меня читал, кто после меня. Поэтому вот здесь, знаете, надо быстро прочитать как-то, вот не держать долго книгу, потому что там целая очередь образуется. То есть, знакомиться в стенах библиотеки о новинках и плюс вот на нашем сайте, в социальных сетях. И плюс, кстати говоря, как же я забыла, в газете «Время» мы тоже анонсируем интересные литературные новинки. У нас сейчас есть целая рубрика. Ну, мы, наверное, в меньшей степени это делаем. Конечно, у нас нет такой специальной рубрики, они будут в щелковском телевидении. Но какие-то значимые мероприятия, которые вы проводите, мы тоже стараемся снимать и преподносить их. Вам огромное. Вам спасибо, что приглашаете. Может быть, и чаще надо это делать. Потому что на Библию ночью пойдем обязательно. Но у нас еще один звонок есть. Так что вот у нас зрители просто очень активные сегодня. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как изменились библиотеки? Не будет ли устраиваться на работу молодые специалисты? Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Что нужно, чтобы стать библиотекарем? Можно я начну? Вот, чтобы мне... Вот вообще, как я вижу вообще... Как вы видите эту профессию? Да, вот захотелось с этого начать. Во-первых, это эрудированный человек. Образованный, грамотный, вежливый. И, что немаловажный, доброжелательный. Почему именно вот эти качества? Все-таки у нас профессия, знаете, это работа с людьми. Мы, как никто, очень близко к людям. К их, может быть, каким-то переживаниям. Они же иногда приходят именно за советом, пообщаться. И мы должны понять это настроение, уловить и порекомендовать соответствующую литературу. Чтобы как-то удовлетворить в полном смысле этого слова спрос читателя. Поэтому здесь, конечно, нужно иметь и терпение, и доброжелательность. С добром к людям. Но это важно. Библиотекарь должен встречать посетителя с улыбкой на лице. Готовым. Возвращаясь к вопросу нашей зрительницы. Да, возвращаясь к вопросу. Идет. Не так быстро, как хотелось бы. Вот мы же не можем в одной части взять и поменять. Но есть молодые библиотекари. И самое, что интересно, приходят, вот, буквально совсем недавно взяли молодого специалиста из другой отрасли. Ну, смежный, скажем так, с нашей. Но без образования. Она готова сама учиться. Она сейчас учится, чтобы понять, скажем так, специфику библиотечной работы. Вот именно теорию. И таких людей много. На Толсинке у нас, вот на Толсинской 4А, это наша юношеская библиотека. Есть молодой совершенно специалист, который получил среднее образование библиотечное. И продолжает учиться уже в магистратуре по этой же специальности. То есть в сельской местности тоже есть молодые специалисты. И мы только приветствуем, конечно. Вот только вчера было собеседование с молодым человеком. У нас придет... Именно молодой человек. Молодой человек. Мужчина. Да, мужчина. Так как в библиотечную сферу допускаются специалисты педагоги, ну, то есть с гуманитарным образованием. Вот этот специалист, историк. Молодой человек к нам придет. Я очень рада. Это, в общем, достаточно прочная все-таки специальность. Да, прочная. Да, да. Ну, а как с перспективой карьерного роста? Да, вот, как сказать, стать директором, например, библиотеки. Вы знаете, я вот всей нашей молодой плеяди сотрудников всегда говорю, хорошо работайте, у вас действительно есть перспективы роста. То есть у нас же начинается с простого библиотекаря, там, второй категории или первой категории. У нас есть ведущие библиотекари, у нас есть, конечно, это, наверное, чуть-чуть посложнее, библиографы. Все-таки это такая специфика должна быть, но этому можно научиться, это можно освоить. И есть ведущие библиографы, у нас есть главные библиотекари, у нас их в нашем городском округе два главных библиотекари. Они у нас в центральной библиотеке, то есть это вот люди с таким багажом профессиональных знаний, навыков. Ну и, конечно, есть завсекторами, завс библиотеками. Ну и тут рукой подать к заместителю, директора и директора. Хорошо, учтем, но у нас еще два, целых два звонка, поэтому давайте вот скоро уходить на перерыв. Давайте сразу послушаем зрителей, тогда уже маленькую паузу возьмем. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Характеризуйте, пожалуйста, современного читателя. А вот если можно подробнее, что вы имеете в виду? С какой стороны? Каким должен быть современный читатель? С кем он должен интересоваться? Должен ли вообще человек ходить в библиотеку? Он должен ходить только за какой-то научной литературой по учебе, по работе? Или он должен чем-то еще увлекаться? Вот такой нарисовать как бы образ современного читателя, если можно, на ваш взгляд. Спасибо. Спасибо за вопрос. Елена Владимировна, как? Готовы? Так, ну, готова. Хотя вопрос такой. Непростой. Непростой, да, непростой. Спасибо, кстати, за непростые вопросы. Они интересны. Вот, если взять первоначальный, который был задан вопрос, я думаю, какой же читатель? Вы знаете, они сейчас очень самостоятельные. Это вот честное слово. Сейчас же ведь идет тенденция к открытым фондам. То есть не как в советское время было очень много закрытых фондов. Сейчас мы вот, у нас все открыто. И современный читатель, он, вот я почему и говорю самостоятельно, он хочет сам пройти к этой полке, порыться на этой полке, найти то, что ему надо. И очень много, которые, я сам знаю, то есть мы пытаемся... Детям, да, с детьми чуть-чуть по-другому. Детский читатель, ну, он совершенно другой. Это более открытый. Там можно нащупать, скажем так, библиотекарю какие-то точки, которые наведут на нужную литературу, которую можно посоветовать этому ребенку. Если он любит животных, ну, конечно, мы посоветуем, там, не знаю, Керуда, там, Бианке. Ну, смотря по возрасту, конечно, по каким. Гиплинга того же. Да, Гиплинга того же. То есть вот это один образ. А подростки, они совершенно другие. Почему мы и говорим, что сейчас в современной библиотеке, я еще впереди, наверное, об этом скажу, о нашей вот такой сейчас реформе в библиотечной сфере. Почему пришли к зонированию помещений? Потому что им нужны эти зоны индивидуального знакомства с литературой. Чтобы это было удобное, может быть, даже кресло, какой-то вот эти сейчас модные мешки, вот эти бесформенные. Ну, они удобные, наверное, для молодежи. Он садится и читает вот здесь, не отходя, грубо говоря, от книжных полок. И он хочет быть один, изолирован, и вот чтобы ему это было вот комфортно. Им так сейчас комфортно. Вот молодежь у меня вот так предстает. Ну, средний возраст знает четко, что ему нужно. Вот там приходят люди и четко понимают, дайте вот эту литературу. Причем, может быть, мы дальше бы об этом поговорили, но я, наверное, сейчас об этом скажу, что у нас электронный каталог в библиотеке, вот в МЦРБ, в нашей библиотечной структуре, у нас он стопроцентный. То есть все книги, которые стоят на полках наших библиотек, они стопроцентно введены в электронный каталог. То есть читатель, заходя на наш сайт, в электронный каталог, он четко понимает, что эта литература есть и в какой библиотеке она находится. А структура какая, скажем, автор-название или можно варьировать? Варьировать. Название-автор. Можно все варьировать. По ключевым словам, эта система дает такой многоуровневый поиск, поэтому это удобно, конечно. Вот этот читатель, скажем так, среднего возраста, я говорю, он более определенно знает, что хочет. Ну, а наши пожилые люди в Али... Хотя нет, они, наверное, все-таки просят уже у более опытного библиотекаря. Вот то есть просят, а что вы можете посоветовать почитать? Потому что сейчас я недаром сказала, что огромная масса интересных авторов, и, может быть, мы чуть-чуть потом поговорим об этом, спектр огромный. И можно просто запутаться вот как-то. А некоторые приходят целенаправленно за какими-то уже своими любимыми авторами, конечно, даже современные. Это вот говоря о старшем поколении. Да, и о старшем поколении. Ну, а средний возраст, он четко идет. То есть и средний возраст, как правило, читает всех вот самых нашумевших, тех, которые получают литературные премии. Это вот так. Ну, или антипремии, может быть, тоже. Может быть, антипремии, да. Потому что иногда бывает, знаете, вот жюри выбрало так, а ты читаешь, кто попал в шорт-писты вот иногда, и читаешь этих авторов, и даже удивляешься иногда, ну, почему его не выбрали таким замечательным. То есть такое бывает тоже. И, ну, здесь это многообразие вкусов. Не только читатели, но и членов жюри. Да, но и членов жюри. Да, субъективные. Еще один звонок у нас есть. Давайте уж отпустим нашего зрителя. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос такой. Для вас чтение – это приятная привычка или потребность? Спасибо. Спасибо за вопрос. Наверное... Это еще и профессия для вас. Ну, это и профессия, но, вы знаете, потребность. Вот это вот, это какая-то внутренняя, наверное. То есть, да, в силу, наверное, нашего вот этого стремительного, сумасшедшего темпа жизненного, конечно, на чтение не так много времени, но я не представляю, чтобы я вечером не прочитала хотя бы хоть какой-то там отрезок времени и уделила книге. Наверное, это какая-то внутренняя потребность. Без этого никак. Как-то, я не знаю, мне кажется, ну, совсем, как деградация происходит, ощущаю, что я вообще выпала. То есть, конечно, есть чтение, которое надо почитать. Я понимаю, что вот этого бы автора надо с ним познакомиться, ну, потому что вот он заслуженный или потому... Ну, вот в силу своих, наверное, профессиональных, да, каких-то потребностей. А каких-то, конечно, для души, конечно. Я вообще всеядная вот в этом плане. У меня сразу несколько книг лежит. Я могу чуть-чуть там почитать. Надоело, я пойду для души почитаю. Ну, вот читаем. И, ну, стараюсь, во всяком случае, читать побольше. С продолжением вопроса нашего зрителя, часто приходится перечитывать что-то любимое. Я не буду сейчас спросить, что... Вы знаете, вот... Или уже нет времени совсем. Нет, есть любимое, и оно вот это любимое... Знаете, еще, когда читаешь хорошую книгу, еще же ты испытываешь вот это какое-то потрясающее... Потрясающее, я даже не знаю, внутреннее чувство. Вот это чувство, оно сохраняется, наверное, на всю жизнь, может быть, даже иногда. Это впечатление, что ли, от этой прочитанной книги. Перечитывать любимое, наверное, просто всего времени не хватает. А вот перечитывать классиков... Перечитываю, честно скажу. Потому что я понимаю, что восприятие детское и юношеское было... Вот тогда это было по-другому. Сейчас я некоторых авторов открываю для себя заново, честно скажу. Ну, а есть, конечно, любимые, которые... Я люблю Достоевского, люблю Довлатова. Люблю... Вот я, может быть, не очень как-то разбираюсь в поэзии, наверное. Это вот... Ну, как вот не почитать Александра Сергеевича? Вот, знаете, с каждым годом... Я понимаю, насколько это гений. То есть это вот... Ну, вот честно скажу. Вот для меня это вот каждый раз это какое-то открытие. И Гумилёв. Александр Сергеевич, это не только поэзия, да? Но ещё и всё-таки и проза. Да, это ещё и проза, да. И совершенно такие пласты, особенно, конечно, поздний Пушкин. Вот, ну вот именно его поэзия почему-то прям поражает каждый раз. Вот удивительное дело. И каждый раз для себя открывает что-то новое. Ну, и, конечно, вот я уже сказала, Николай Бумилёв мне очень нравится. Да, хотя я говорю, я к поэзии очень осторожна, потому что... Ну, вот, видимо, всё-таки люблю больше прозу. Вот есть... Читаю... И люблю, конечно, ещё иностранный литератур. Тоже читаю, люблю. Наверное, ещё зависит от преподавать. Переводной. Да, да, ну, как можно Маркеса не любить? Это любимое, это всё, это ощущение на всю жизнь. Вот это, наверное, из тех, которых... Вот раз уж речь зашла о переводе, давайте ещё немного времени говорим. Но всё-таки говорят, что очень многое зависит от переводчика. Сейчас встречаются такие книги, что, ну, скажем, одного и того же автора, да, предпочтение для какого-то переводчика. Ну, я не знаю, совсем уж классика, да, Шекспир, да, у нас есть Пастернак, есть Щепкин-Куперник. Вот сейчас есть такая градация с переводчиками, или уже это ушло в прошлое? Вы знаете, да нет, наверное, есть, но, как правило, к нам книги сейчас... Не могу сказать. Вот хотелось рассказать об одном из авторей, который сейчас очень такой вот модный, и не то чтобы даже модный, он мне тоже самой понравился настолько, что вот я где-то подспудно, я почему-то, читая его, у меня постоянно был, как-то напоминает он мне чем-то Маркеса. Это Карлос Руис Сафон. Вот его сейчас очень интересный автор, у него и трилогии, и Тень ветра, и там много-много у него сейчас произведений. Кстати, все произведения, которые переведены в Российской Федерации, у нас есть в библиотеках. Так что всех приглашаю. На самом деле, очень интересный автор, читается легко, но, наверное, это тоже заслуга переводчика. Вот, скорее, это Испания, он испанский писатель, ну, потрясающий. Вот, мне кажется, вот сейчас давно я уже таких вот авторов не читала, когда действительно с каким-то придыханием, и очень жалеешь, когда заканчивается книга. Ну, выйдет новая, наверное, еще скоро. Ну, выйдет новая, ну, вот ждешь же. Это же переводы, это же не так просто. Они выходят на территории нашей страны. Спасибо, Елена Владимировна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» директор Щелковской межпоселенческой центральной районной библиотеки Елена Ильенко. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь и готовьте вопросы. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня директор Щелковской межпоселенческой центральной районной библиотеки Елена Ильенко. Еще раз здравствуйте, Елена Владимировна. Напоминаю, телефоны прямого эфира. 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, мы продолжим наш разговор. В начале первой половины программы анонсировали уже предстоящее, грандиозное, я не побоюсь этого слова, мероприятие «Библия ночь», которая состоится 20 апреля, в ближайшую субботу. Ну, а теперь, может быть, немножко о том, что вот уже сделано в этом году. Наверное, сейчас совсем недавно завершилась неделя детской книги. Естественно, не только у нас в округе, по всей стране она проходила, конец весенних каникул. Если можно, коротко, что было сделано и что предстоит сделать, скажем, вот в преддверии уже каникул летних, так скажем. Каникул летних. Ну, вы знаете, очень сложно даже обрисовать тот спектр тем, которые берет библиотека. Но что касается вот недели детской книги, мы о мероприятиях чуть-чуть поговорим попозже. Это всероссийская акция. Она проходит с 1943 года. В свое время замечательный детский писатель Лев Кассиль придумал название этому празднику. Книжкины именины они назывались. И вот с тех пор каждый год, последняя неделя марта, это вот книжкины именины, неделя детской книги. Мы традиционно ее проводим в нашем округе. Площадки могут быть центральные. Площадки открытия или закрытия этой недели, они могут быть на разных площадках. Мы проводили и в Доме культуры имени Чкалова, и в нашем районном культурном комплексе. Вот в этом году центральным мероприятием было мероприятие в юношеской районной библиотеке. Конечно, ежегодно мы стараемся приглашать детских писателей, ребятишек, аниматоров, чтобы им было это интересно, живо, увлекательно. Обязательно стараемся наградить лучших читателей. Дети должны тоже как-то понимать, что если вот будешь читать, тебе будет приз. На неделе детской книги это обязательно. Мы вот награждаем детей. Какие-то викторины, лотереи, то есть все-все-все для них как бы мы стараемся подготовить. Каждый год, да, вот такая интересная акция, и дети уже к ней привыкли и ждут ее. Причем вот действительно ждут и приходят с удовольствием всегда. И школы откликаются, но мне кажется, сами дети хотят прийти. Ну, чтобы анонсировать еще мероприятие, у нас еще традиционно проходит, например, День православной письменности и культуры. Это в конце мая, да, в этом году, это прямо 24 мая будет. И центральной площадкой этого праздника в этом году будет сцена Дома культуры Медвежьих озер. И проводить это мероприятие будет Медвежья озерская сельская библиотека. Она у нас, честно скажу, самая лучшая библиотека, если брать сельские библиотеки. То есть очень достойный уровень, такая профессиональная, хорошая работа. Вот. Что касается вообще мероприятий, вот вы сказали и в преддверии лета. Ведь библиотека сейчас выходит вообще за рамки своих стен библиотечных. И, как правило, мы очень много уделяем времени и работы детским оздоровительным лагерям. И лесной сказке, и в юном армейце, и в детских лагерях, в пришколах, которые... Дневного пребывания, как называется. Дневного пребывания, да, да, да. Для них обязательно мы проводим с ребятами и циклы мероприятий. Также у нас очень востребовано жителями города летние читальные залы. Вы можете их увидеть. На природе? На набережной Серафима Саровского, в сквере, в парке. Это такие выставки, прям вот читальный зал на улице. Ты можешь подойти, посмотреть книги, которые рекомендуют библиотекаря. Познакомиться и посидеть даже тут же и почитать. Вот если погожий хороший день летний, мы вот делаем такие летние читальные залы. Тоже очень востребованы. Ну, а то, что библиотека традиционно уже на 9 мая, например, наш литературный сквер у памятника Пушкину, это библиотеки городского округа будут. Мы берем прям... Это литературный сквер. Мы его... Не буду раскрывать всех секретов, что ждет наших читателей, вообще жителей города. Но, как правило, это всегда интересно. Нет, ну, это моя все-таки определенная тематика, наверное. Да, да, да. Патриотическая. Но с определенными мастер-классами интересными. Мы стараемся всегда что-то новое, чему-то новому научить и наших детей, и взрослых. Вот, конечно, это всегда, в любом случае, какие-то новые... Да, тематика одна, но в выставке что-то интересное мы все равно новое там презентуем. Вот, и, конечно, открытый микрофон. Это уже тоже традиционно. Не буду раскрывать секреты. Хорошо. Приходите. Давайте, чтобы проиллюстрировать ваши слова о том, что сделано, да, хочу привлечь еще и наши силы тоже телевизионные. Это проходило совсем недавно, в начале апреля. Отмечали 210-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. И, вот, не скрою, мне самому тоже было интересно смотреть этот сюжет. На мероприятии, конечно, я не был, был наш корреспондент. Поэтому давайте посмотрим. Давайте. А вы потом, может быть, прокомментируете о том, как... Гоголь – один из тех авторов, о котором мы знаем все и в то же время ничего. Ведь вся его жизнь будто покрыта ореолом некой таинственности. Она же, постоянным лейтмотивом, присутствует и во всех его рукописях. В наше время Николай Васильевич на пике популярности. О нем снимают фильмы, его биография – прототип характеров многих литературных героев современных писателей. Его именем названы культурные заведения в Москве. 1 апреля, будь Гоголь бессмертным, ему бы исполнилось 210 лет. Но такого не бывает, поэтому нам остается лишь вспоминать талантливого человека и то литературное наследие, что он нам оставил. В Щелковской библиотеке семейного чтения к этой дате приурочили тематический лекторий, в котором поучаствовали студенты местного колледжа. Такой малоизвестный факт, что Гоголь была сладкоежка. Очень любил сладкое, в один присест мог съесть целую банку варенья. И постоянно у него в карманах были какие-то печеньки, конфетки, крендельки. Вот эту свою страсть к сладкому он сохранит до конца своей жизни. Немаловажно отметить, что Николай Васильевич был человеком очень религиозным. Правда, к истинному пониманию веры он пришел уже в более зрелом возрасте. Как бы то ни было, вывод напрашивается лишь один – читайте классическую литературу и узнавайте как можно больше о ее авторах. Ведь тогда всем известные произведения мировой литературы предстанут перед вами в новом свете. Какие призы получили студенты колледжа в конце, чтобы вручали? Дипломы, непростые. Они что-то там выиграли? Да, да, да. Это был конкурс, причем областного уровня, регионального. Поэтому вот молодцы. Вообще надо отдать должное. Конечно, дети потрясающие. Мы с ними уже работали, с этим колледжем. И там потрясающий преподаватель. Ей огромное спасибо за терпение, за то, что она детей нацеливает как-то на литературу, на узнавание этой литературы, на прочтение этой литературы. Это все зависит и от родителей. Конечно, дети талантливые. Спасибо родителям. Но и педагогу за ее такое. Она всегда приходит на наши мероприятия. Мы приглашаем этот колледж. Молодцы, молодцы ребята. Ну и еще один видеосюжет предлагаю посмотреть. Тоже мероприятие, в котором вы принимали участие. Это был у вас непосредственно в Центральной библиотеке. Презентация девочки-блокадницы Ксении Глинской. Давайте посмотрим, потом вы тогда прокомментируете. 13 дней блокады в одной маленькой тетради. 13 дней ужаса глазами маленькой девочки. Дневник Ксении Глинской, жительницы оккупированного города Ленинграда, обаппликовали и представили читателям. Помог в реализации идеи оформления дневника художник Андрей Шатилов. Имея опыт работы в формате книжной графики, он взялся за это дело, вполне понимая. В его руках человеческая память. История непростой судьбы в непростое время. Работа особая, ответственная. Окончательная концепция пришла не сразу. И долго ломал голову, как подать этот материал. Потом все-таки осенило, что надо оставить все как есть. Дополнив, единственное, и упорядочив текстовый материал. И дополнить какими-то иллюстрациями. Но такими, чтобы это реально выглядело, как будто эти иллюстрации делал автор. Воспоминания юной Ксении Глинской читать непросто. Глаза ребенка видели немало горя, смертей и ужасов тех непростых лет. Дней, минут. Были, наверное, и светлые моменты. И о них есть строчки в этом дневнике. Но тетрадь буквально наполнена описанием повседневных забот и тягостей. Я бы хотел, чтобы этот дневник прочитали в первую очередь наше подрастающее поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы они из тех четко прописанных фраз, словосочетаний, которые писались в очень непростых условиях, наверное, с пониманием, что, может быть, завтра уже следующая строчка будет оборвана, и она не продолжит своего повествования. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. Как удалось организовать издание этой книги? И вообще, насколько часто приходится, в хорошем смысле слова, презентовать такие новинки, в общем-то, достаточно редкие? Да, вы знаете, этот дневник нам подарила наша читательница Елена Павловна Селина. И, честно признаюсь, скажем так, много лет мы не знали, как это издать. И вот Андрей Шатилов, это художник, который входит в Союз художников Российской Федерации, вот он согласился нам помочь. Действительно, дополнил это издание, я его с собой взяла своими рисунками. Но так как мы библиотека, мы не могли, скажем так, просто выпустить это. Мы дополнили еще вот такими вкладками, чтобы вот ребенок, вот Юрий Николаевич правильно сказал, чтобы ориентация-то была, чтобы читали именно подрастающее поколение. То есть помимо того, что они видят вот этот мелкий убористый почерк, такой четкий, надо понимать, что человек, писав это, действительно не просто жил, он выживал в этих жутких условиях. И вот специально была идея дополнить еще информационными какими-то, чтобы дети в полной мере ощутили, что такое блокада. Блокада Ленинграда. И мы очень рады, что мы наконец его выпустили, причем в 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Мы его презентовали как раз. К юбилею. К юбилею. Вот такой он получился. Но он действительно был на тетрадке, обычной, простой тетрадке. Вот она у нас сохранилась, она у нас в библиотеке, в нашем архиве. Елена Владимировна, у нас осталось буквально три минуты. Обо всем, конечно, мы успели переговорить. Но спасибо нашим зрителям, в хорошем смысле слова. Очень активно сегодня участвовали в программе, задавали вопросы. Я знаю, что у вас, вот вы должны нам обязательно рассказать о современных технологиях в развитии перспективного библиотечного дела. Буквально полторы-две минутки у вас. Специально принесла познакомить наших читателей. Это электронный читательский билет, единый в Московской области. И сейчас мы осваиваем эти технологии. Выдача этого читательского билета пока только у нас в нашей центральной библиотеке. Но я думаю, что постепенно мы будем охватывать и другие библиотеки. Вот новая технология. Пожалуйста, приходите, записывайтесь, получайте электронный читательский билет. И, конечно, хочется сказать еще о таких ресурсах, как Национальная электронная библиотека и Президентская библиотека, которая тоже хранит огромный фонд оцифрованных изданий. Если в Национальной электронной библиотеке есть практические читальные залы во всех библиотеках нашего округа, то читальный зал Президентской библиотеки есть только в самых крупных библиотеках. То есть у нас и в городской системе. Что это дает читателям? В Национальной электронной библиотеке, да и в Президентской тоже самое, Через читальные залы наших библиотек они могут читать книги, на которых распространяется авторское право. То есть просто так вы их не сможете читать. Ну, законопослушные граждане должны это понимать. А через наш читальный зал, пожалуйста, приходите. Ну, а как получить этот электронный билет? Просто нужно, электронный билет, это приходите с паспортом, регистрируетесь и получаете. И также можно полную регистрацию пройти в нашей библиотеке в электронный читальный зал. Большое спасибо, Елена Владимировна. Очень жаль, что про все не успели поговорить. Да, не успели. Очень много мероприятий, но я думаю, что это не последний раз. Да, да. По итогам Библионочи и так далее, других мероприятий летних, еще раз придете к нам в гости, с удовольствием вас приглашаем. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Диалог» сегодня была директор Щелковской межпоселенической центральной районной библиотеки Елена Ильенко. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok